Динара Кулебаева владеет очень крупными ресурсами в сфере образования. Перечислим часть этого списка. Для начала это частный фонд образования Нусултана Назарбаева. Динара Кулебаева является его стопроцентным собственником. Еще ей принадлежат частные школы МИРАС в городах Астана и Алматы, Международная школа Алматы, детский сад МИРАС в городе Астане, военизированный лицей Арстан. Кроме того, она еще соучредитель двух высших учебных заведений Университета Международного бизнеса и Международного университета информационных технологий, основатель и президент благотворительных фонда Монтес-Алти в Женеве, Швейцарии. Помимо этого, в собственности семьи находится университет КИМЭП, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования, Казахстанский экономический университет имени Турарус Кулова, он же Нархоз, Казахстанский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, Казахская головная архитектурно-строительная академия, Алматинский университет энергетики и связи. Мы вам привели только один пример того, как огромные участки земли передаются из государственного кармана в частные руки семьи Назарбаева совершенно бесплатно. Они могли бы служить казахстанскому народу, но только набивают деньгами карман семьи. По самым минимальным подсчетам, Динара Кулебаева вывела из бюджета себе в карман порядка миллиарда долларов. И это только из сферы образования. Неудивительно, что семья Кулебаевых занимает одно из самых высоких мест в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Они владеют только официальным состоянием около 7 миллиардов долларов США. При этом Динара Кулебаева фактически монополизировала весь сектор частного образования. Такое положение не дает другим игрокам рынка разбираться. Любой экономист знает, что когда уничтожена конкуренция, с рынка исчезает хорошее качество продукта, а цены на продукт взвинчиваются до небес.